Всем здарова, с вами Найт, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием The Stanley Parable. Я помню то, что я когда-то, давным-давно, играл в старую версию этой игры, там был диктор, прикольно говорил, Стэнли идёт туда, Стэнли идёт туда, Стэнли не идёт туда, а мы срали на диктора и шли туда, куда нам надо. И вышла какая-то обновлённая ультра-супер-пупер-делюкс-версия, я вот только недавно увидел на ютубе, и такой, да ладно, уже что, вышло что ли? Я думал, что где-то в конце этого года на выезд, а оказывается, вот оно как. Так, выбираем русский, язык игры субтитров русский, и что? А, вот, русский, подтвердить. Вы уже играли в Стэнли Парбл? Да, было дело. Перетащите ползунок, пока компьютер не будет едва виден. Да, я думаю, то, что и так оставим. Введите текущее время. Так, текущее время, окей, хорошо, такс, 11.09, 11, так, где тут? 11.09, подтвердить. Внимание, специально настройки можно выбрать в главном меню. Окей. Мне даже интересно, что в этой версии обновлённой появилось. Я видел там какой-то огромный центр на скриншотах. Какая-то ещё херня там была. Такс, а настройки, что тут у нас? Такс, это то, это не то. Ходьба одной рукой. В смысле, блядь, ходьба одной рукой? Я что-то этого не могу понять. Такс, видео. Полный экран на режим. В смысле без рамки? В окне полный экран. Такс, разрешение. Ага, понятно. Применить. Э, в смысле? Подожди, подожди, подожди. А в смысле у меня разрешение стало хуёвее? Э, вроде бы, вроде бы, когда? Окей, сохраните разрешение. Из настройки я выхожу. Пока игру я полностью не доломал. Нажимаем начать игру. И по идее тут должно нас всё приветствовать. Практически так же, как и в той старой версии Стэнли Перабл. Стэнли пойдёт туда-то. Стэнли не пойдёт туда-то. Стэнли пошлёт нахрен Диктора. Мне даже интересно, какие новые концовки тут появились-то? Если у меня игра вообще загрузится. Потому что я уже умудрился сломать выбор разрешения. Ну, потому что у меня там вообще не писалось, какое разрешение ставить. Я надеюсь, то, что 1080 поставил. Это история человека по имени Стэнли. Стэнли работал в большой компании на должности сотрудника номер 427. Работа у сотрудника номер 427 была простой. Он сидел за столом в комнате 427 и нажимал кнопки. По инструкции приходили к нему на экран. Они указывали ему, какие кнопки нажимать, как долго и в каком порядке. Сотрудник номер 427 делал это день за днём, год за годом. И хотя кто-то может сказать, что это такая работа вытягивает душу, Стэнли был рад каждой новой инструкции и чувствовал, что он создан для этой работы. Стэнли был счастлив. Но однажды произошло что-то очень странное. Что-то, что навсегда изменит Стэнли. То, чего он никогда не забудет. Он сидел за столом около часа, но вдруг понял, что не пришло ни одной команды, ни одной инструкции. Никто не зашел дать ему задание, позвать на совещание или просто поздороваться. За все все годы в компании, что такого ещё не случалось. Он был совсем один. Явно что-то пошло не так. Стэнли отцепенел. Довольно долго не мог пошевелить пальцем. Так, но это было в оригинале. Это было в оригинале. Так, стоп, а у меня один вопросик. Так, общий внешний вид, это не то, так, управление аудио... Ай, язык русский нельзя сделать, да, чтобы был на чтении. Ой, точнее, озвучка, чтобы была русская, хорошо. Стэнли за стола и вышел из комнаты. Окей, пошли. Такс, ну тут никого нету, но... У меня один вопросик, а что если... Ааа, что если не действует по... Такому вот обычному сценарию? Такс. Такс, я помню то, что тут можно выйти в окно. Я хочу выйти в окно! Стэнли, давай! Стэнли, Стэнли! Все, пошли нахер отсюда. Сначала Стэнли подумал, что сломал карту. Но потом он слышал этот комментарий и понял, что это тоже часть игры. Он воздал ей доложенные заполучительные остромные комментарии о природе видеоигр и меткие замечания о типичных сюжетных ходах. Раз уж ты тут оказался, как тебе? Правда, классное и уникальное место? Давай-ка просто им насладимся. Так, я вижу окно. Ладно, надоело. Ты как? А тебе надоело этот прикол? Да. Как бы выразить повежливее? Ты в любой момент мог нажать Escape и перезапустить игру. Да хоть сейчас. Одним движением пальцев. Хоть сейчас тоже можно было выйти. И сейчас, да вообще в любой момент, можно было и можно будет. Мне так нравится твой внутренний конфликт, не позволяющий исполнить твое же желание перезапустить игру. Так что я повышу ставки. Я постараюсь сделать пребывание тут невыносимым. Посмотрим, как сколько ты выдержишь. О, музычка. Жил-то был человек по имени Стэнли. И вроде он был ничего. Но, стоит сказать, нельзя отрицать. Что он был немного того. В смысле, кого того? Но Стэнли наш любил кнопки. Так, я понял, то что тут у нас все зациклится. То, что этот будет петь туда-сюда. Так, а что можно сделать на получение каких-то новых концовок? Вроде это ультра-делюкс эдишн, а все вроде бы как... Так, подожди, 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 подожди. Так, тут ничего. Но тут у нас все как обычно идет. Все идет своим чередом. Так, тут у нас две двери. Стэнли вошел в левую, Стэнли пошел нахер. Приговор он была в другой стороне, и это отличная занава. Возможно, он сначала хотел полюбоваться в каком-то отдыхе. Но мне кажется, что тут немножечко даже текстуры обновили. По выше разрешениям добавили. Возможно, мне это кажется. Ммм, так. А, там у нас склад. Тут у нас какая-то херня. Там можно тоже концовочку выбить. Так. Ага. На складу мы, по-моему, уже были. На складе. Сделал крюк через техническое помещение. Мне кажется, что это я иду к концовке, где Стэнли будет немного нехорошо. Где Стэнли кокнут. Но Стэнли не хотел возвращаться в офис. Он хотел побродить, и совсем уж заблудился. Нужно пойти... Получается, что налево. О, нет, наше все направо. Не-не-не-не, не направо. Почему я решил, что направо? Откуда я это вообще взял? Ясно же, что... Так, подожди секунду. Так, туда-сюда. Посмотрим, мы пошли направо, налево, вниз, налево, направо. Да-да, все, разобрался. За продолжением истории точно надо идти сюда. Так-с. Ага. Нам не предоставляют выбрать и туда, и куда. Хорошо. А, ну это кабинет, помним. Не-не-не-не-не-не, все не так, тебе еще рановато сюда. Стэнли, закрой заклад. Так-так-так, хорошо, просто-просто вернемся. Э-э-эм. Кого я обманываю? Все пошло к чертям. Вся история коту под хвост. Давай лучше не будем тратить время и пытаясь спасти эту чушь. Просто начнем игру сначала. На этот раз, не уходи далеко от маршрута, ладно? Итак, сначала. А когда будут новые концовки, я не понял, или мне надо сначала тебе старый прошерстить? Все коллеги пропали, всего бы это могло значить. Так, погоди. Погоди, а может мне все компы надо сейчас выключить? Я помню то, что что-то тут было связано с компами. Так, вернемся обратно. Тоже выключаем. А тут вообще какая-то точилка для карандашей. Я так понимаю то, что у кого-то была работа поинтереснее, чем у Стэнли. Он просто точил карандаши и все. Раз нету чем точить карандаши, то значит... Значит, вся жизнь у него коту под хвост. Так-с, ничего. А куда можно еще потыкаться? Стоп, а тут мы можем открыть дверь? Нет. Ладно, пошли. Хорошо. Пойдем тогда дальше. Так, тут вроде все компы я выключил, а? Ну да. Так, тут ничего. Тут ничего. Зайти никуда нельзя. Стоп, а что если... Ага. Нихера. Так. А тут тоже ничего? Ничего. Так, какой-то кабинет. Подождите. Что? Не, я же перезапустил игру. Я ведь перезапустил игру с самого начала, начисто. Все должно быть... Или что-то изменилось? Стэнли, ты точно ничего не менял в комнате с кучей мониторов? Не-не-не-не-не. Ты что, как-то изменил сюжет или... Так, почему я тебя спрашиваю? Это ведь я его написал. Ты же видел его минуту назад. Он точно здесь. Ладно, тогда будет приключение. Стэнли, ищем сюжет. Хорошо, я ищу, 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 и ни хера найти не могу. Мне кажется то, что вот этого не было. Почему-то мне так кажется. Так. Такс, куда, куда, куда. Это чем-то напоминает сейчас уже бэкрумс какие-то. Такс, ищем сюжет. Можем в окно выйти. Можем пойти куда-то в помещение. Такс, это что? Ага, понятно. Знаешь что, приключения хуже у меня еще не было. Точно тебе говорю, тут раньше был сюжет. Но был и был. Нам что, просто перезапустить игру нужно? Не думаю, что мы куда-то продвинемся, если будем раз за разом ее перезапускать. Ладно, давай попробуем, почему бы и не... Я хотел походить поисследовать-то! Взял, перезапустил игру за меня, решил. Такс. Ничего. А, такс, тут что-то... Попробую-ка опять эти компы понажимать. Может быть, из-за них все? Так. Та-дам. Та-дам. Парадан, тара-дам, тара-дам. Все. Можем... Уходить. Кстати, кто-то тут чашку разлил. А прокинул ее. Мне кажется, диктор, что-то идет по жопе. По такой хорошей жопе. Ладно, это еще хуже. Что-то я совсем все забыл. Возможно, сюжет там, откуда мы пришли. Давай пойдем обратно и посмотрим, не упустили ли мы чего. Хорошо. Пошли. Я все равно хочу новые концовки тут посмотреть. Я помню то, что была концовка, где мы наблюдали за Стэнли... А за Стэнли сверху. Ага, я так и знал, что мы что-то выпустили. Сюжет-то, вот он. Нет, это явно не сюжет. Ладно, вернемся и... Долгим путем. И повторим. Ага. Честно признаться, это место я не узнаю. Я что-то помню это место, но... Так смутно, так смутно, что я не знаю. Моя история вроде бы была в офисе, правильно? Хм, ты не помнишь, Стэнли? Знаешь, раз уж я совсем забыл, что мы должны делать, как насчет такого? Ты победил! Поздравляю! Ты отлично постарался. Твои усилия окупились старицей. И ты молодец. Не-не-не-не-не-не. Тут тоже что-то не то. Мы оба знаем, что ни черта для этой победы ты не сделал. Бывают честные победы, но это явно не из их числа. Ладно, здесь становится неуютно. Все равно, что из этого выйдет, я переспускаю игру. Окей. Но мне кажется, что сейчас я иду по ту концовке, которая была. Которая была. Окей, я придумал. На этот раз, чтобы мы не потерялись. Ага, окей. Идем тогда сейчас по линии. А что, если я пойду не по линии? Что, если я пойду туда, куда глядят мои глаза? Не-не-не-не-не. Все, теперь дело за линией. Окей. Раз уж дело за линией, то давай тогда за линией. Так. Сейчас я тут компы выключу. А ну кто, блин, уходит и оставляет компы включенными? Электроэнергию совсем не эконом... А это что? О! Карты. Нормально. Мне даже интересно, на какую концовку я сейчас могу выйти? Видишь? Блин, я знаю, где сюжет. В той стороне. Идей же Стэнли к своей судьбе. Но вот что я подумал. Если мы куда-то приходим, разве... И даже если там нет сюжета. Другими словами, разве сюжет без цели это не сюжет? Погоди, а если я сюда пойду? А если я сюда пойду? Эм... Окей. Следим за этой мыслью, сосредоточься. Но вы бы согласны с тем, что природа вещей... Это всего лишь побольше продукт субъективного восприятия этих вещей. А тебя зависит от твоего субъективного восприятия этого офиса. А, окей, я туда наверх подняться не могу. Так, я прыгать не могу. Окей. Пошли. Блядь, немного... Неожиданно было то, что там музыка стартанула. Чё-то мне это напоминает музыку, типа... И кто-то там не гений, и кто-то тут как пень. Подожди, а сюда? Ох ты ж, нифига себе, тут отмасочка из Payday. Нормально. Прикольно. Блядь, немного громковато, но... Как бы окей. Так, сюда мы можем нажать? Нет. Ага. Ясно. А куда-то мы туда можем пойти? Нет. Ладно, идём сюда тогда. Стоп, выключить музыку. Вернись и посмотри на папоротник. Иди нахер. Я не вернусь и не посмотрю на папоротник. Стоп, мы что, вернулись в офис? Нет, 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 нет. Ленин, ты же знаешь, что мы ищем в Стэнли Пэрбл. Сюжет. Ты же меня понимаешь. Довереть так и нет. Мы что, зря шли по линии? Может быть, мы и сами сюжет нашли? А... Так, а может быть... А может быть... В самое начало прийти? Да нет, он ничего не говорит. Ладно, пошли. Так, окей, идём тогда сейчас сюда по линии опять. Стэнли, этот папоротник сыграет очень важную роль в нашей истории. Смотри его внимательно, хорошенько запомни. Окей, упусти ни одной детали. Этот папоротник такой... Зелёный, такой папоротниковый. Хорошо. Не упустил ни одной детали. Всё, можем идти обратно. Блядь, тут закрыто. Ты же сам мне говорил. Диктор, мудак, тут... Надо идти по линии. Я пришёл в тупик. Куда ты меня завёл? Ладно, пошли обратно. И... Ага, окей. А это что? Чё-то не туда мы пришли. Так, а что если... Пойти куда-то сюда? Линия ведёт сюда. Окей, пошли сюда. Не-не-не-не-не-не-не. Опять, 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 опять. Линия, как ты могла и... Мы столько прошли вместе, а ты... Всё, я не могу больше. К чёрту. Перезапускаю. Тент. 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 Я следовал по линиям. Знаешь что, Стэнли, забудьте про Леню приключения Зачем она вообще нам нужна? Мы с тобой разумные люди, почему бы нам не придумать свой сюжет? Захватывающий, смелый, загадочный По-моему, вполне реально Почему бы нам просто не пойти, ну скажем В этом направлении? В каком? В каком направлении? А, ну давай в этом Я просто думал то, что не диктор Ага, как волнительно Только я и Стэнли прокладываю новый путь и новый сюжет Тут может быть что угодно Какой сюжет ты захочешь? Не стесняйся, включи фантазию Что бы ты ни придумал, Стэнли, я в деле Окей О, не опять ты Стэнли, еще я накладываю это на любое влияние линии На наш чудный новый сюжет Никаких линий и комнат с экрана Не обращай внимания на него И все будет в порядке Ну как бы, как в Йеншине Полез наверх, да? Человек, но паук Не присасывается с чего-то, друг Ладно, что-то какая-то херня тут пошла у нас уже Так, круглую комнату я помню Выбор, нужно принять решение Теперь сюжет в наших руках Нельзя выпускать такую возможность Мне даже не нужно подумать Мы просто проходили кругами Пока так неизвестно, что всякая дверь куда-то ведет Это значит, куда мы хотим попасть Есть обратная дверь, идущая сюда А это в свою очередь значит, что наш пункт назначения соответствует исходной точке за обратной дверью Поэтому начав с правой двери и спросим тебя Придет ли нас с правой двери, куда мы пойдем? И поскольку ответ очевидно да То нам, несомненно, нужна правая дверь Логика всегда побеждает Вперед, Стэнли! На встречу судьбе! Я хочу в левую Я хочу назад Я не хочу в правую дверь Запутана концовка Оу Ааа Нормально Целых, целых восемь раз Так вот как все устроено Все предопределено Судя по этому плану Теперь я переспускаю игру еще раз А потом Я что, все это забуду? Спустя долгое время Стэнли умирать Ни хераси Рассказчик пропал Ааа Не может быть Я так не хочу Я не хочу, чтобы игра перезапускалась Я не хочу, чтобы все начисто забывалось Я не хочу быть в этой западне Ни за что Ни за что Таймер что Остановился Ну то есть Мы смогли Разорвали цикл Нашуршили все, что было в этом Кхм Плане Как нам это понять Кто-нибудь придет Или что-то случится Ну и ладно Ни хера не происходит Просто подождем Вообще-то В какой-то степени Это тоже сюжет Ты согласен? Я не совсем уверен Но Ведь всегда говорят Что дело не в том Куда ты идешь А в дело С кем ты идешь? Ты ж я надеюсь Скоро узнаем Ведь так Со временем А пока Блять Ага Все пошло по новой у нас Все коллеги пропали Окей Я так помню То, что сейчас уже все 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 Заново пошло Да Ладно Так Не понял Что Что-то там Активировалось Ладушки Так А обратно пройти Там что-то Можно активировать Еще или нет Не-не-не-не Сколько Стэнли Не искал Никого из коллег Он так и не нашел Я ищу Как активировать Комп Ладно Пошли Пошел в левую Приговор Она была в другой Стране Ну окей Все пошло У нас заново Возможно Сначала хотел Проводить В каком-то отдыхе В каком-то отдыхе Такая отдыхная Ладушки Пойдем Теперь сюда Хотя Мне кажется То что Все будет Точно так же Как и было Ладно Попробуем Сходить туда Куда нам Надо идти А потом Сведем Диктора С ума Опять Но и тут Никого не оказалось Стэнли Не поверил Своим глазам Вышел По сопку Но там Ничего не было Я хочу На метлу Посмотреть Нифига себе Тут ключ Лежит Газовый Оставаться Смысла Не было Ну окей Я постою Раз Нет смысла Удивительно Что Стэнли Так надолго Застрял в подсобке Он даже Ничего не делал Ладно Если бы там Еще хоть Что-то Было Интересное Он буквально Стоял там И нифига Не делая Может быть Еще раз Сюда Зайти Побеси Диктора Ты что Все еще В подсобке Серьезно Просто стоишь Там без дела Зачем Наверх Кабинет Начальника Так А тут у нас Что Какая-то Бумажка Тут Какие-то Записи Какие-то Кактусы Окей Но Стэнли Насшел в себе сил Он представил себе Как приходит Начальника В рабочее время Вместо того Чтобы работать Ага 1-2-б4 Ведь его Готовы Уволят За такое Да ладно Там начальника Нету Кто уволит Да За что Почему Тут есть машина Можно попробовать Сесть и выехать Отсюда Хотя хрен Знает Получится Либо нет Кто опять Ту чашку Уронил Нет Сказал себе Стэнли И наконец Пришел к выводу Который давно Выкрутился На языке Раньше Он просто Не мог Подобрать Слов Я сплю Закричал Это всего лишь Сон Стэнли Стало так легко От того Что он Наконец Нашел Объяснение Его коллеги Пропали Его не уволят Он не сошел С ума Так а может быть Где-то тут Что-то поискать Посмотреть Стэнли Стал кричать Разбудите меня Меня зовут Стэнли У меня есть начальник Свой коленец Я настоящий Я самый настоящий Я это знаю Кто я Кто я Потом наступила темнота И что Это история женщины По имени Мариэлла Мариэлла Проснулась Самым обычным утром Она встала Оделась Собралась И пошла на работу А ну эта концовочка Тоже была Но в этот день Ее прогулку Прервал мужчина Разговаривая Сон с собой Кричая Потом он Замерно Упал на тротуар Она уже собиралась Позвать на помощь Но несколько минут Она не могла Оторвать взгляды От незнакомца Он был сумасшедшим Это она знала точно Все знают Как выглядит сумасшедшая И тогда она подумала Как тебе повезло Что она нормальная Я в своем уме Я контролирую Свой разум Я знаю Что реально А что нет Мысль успокаивала И этот странный человек В каком-то роде Ей даже помог Но потом она вспомнила Что на сегодня У нее была однозначна встреча С очень важными людьми Этых мнений О Мариэлле Зависла Ее жизнь А значит И вся оставшаяся жизнь У нее не было Время разбираться С телом Поэтому она поставила Над ним всего Пару секунд А потом развернулась И побежала Хэппи энд Так Ну это понятно А Окей А что надо сделать На получение новых концов Ктенни Пол Либо заполучить Ну контент О Новые материалы Что еще за новые материалы Так куда Куда поехал Там же дверь была Так А это интересно Это серьезно Новая локация Я такой не помню Какие то рельсы Привет Спасибо что играет Стэнли Пэрабл Ультра Длюкс Как вы знаете Стэнли Пэрабл Эта игра выпущена В 2013 году Для персональных компьютеров Получив призвание Публики И ставь хитом продаж В 22 году Она была расширена До версии Стэнли Пэрабл Ультра Длюкс Переосмысленная Для консолей И персональных компьютеров Стэнли Пэрабл Ультра Длюкс Содержит Новый материал Который расширяет Мир Стэнли Пэрабл Раду игроков Всему новому А По всему миру Заходите Сгляните На новые удивительные приключения Которые ждут вас Стэнли Пэрабл Ультра Длюкс Звучит просто чудесно Как хочется увидеть Новый Ультра Длюкс Материалы Ну окей Пошли Я только бузил о том Что Где новые концовки И тут они И вот они Но уверен Что это начало Завораживающего приключения Ну и Он сломался Что тут происходит Мы это Мы должны Куда-нибудь ехать Или О Наконец-то В кое-то веке Нового материала Я готов на все сто Начинаем Летс ду ит Надо сказать На первый взгляд За Стэнли Пэрабл Ультра Длюкс Ужасно скучно Как будто Так ладно Посмотрим Материалы Покажи мне Материалы Стэнли Покажи мне Контент Осталось Прыжков 36 Прыжковый круг Положи И все Это же Материалы Здесь же еще что-то Неправда Подожди А если я сюда Зайду То есть я могу А сюда Не могу А что за Прыжки Спейш Чтобы прыгнуть Окей Попробуем прыгать На все сто Новый контент Мы можем прыгать Ура Ура Мы можем прыгать Наконец-то Какой хороший Новый контент Все Распрыгаем Сейчас все Три Два Один Все Новый контент Использовали Можем идти дальше Мы все Распрыгали Мать честна Еще один лифт Стэнли Я должен сказать Первые впечатления От этой игры Так себе Одни лифты И прыжки Вы это Называете Новыми материалами Может мне просто Словарь по алфавиту Почитать Да материалы Часов на 20 будет Или вот могу До 30 миллиардов Посчитать Это тоже запишите Стэнли Парабел Ультер Больше Тысячи часов Новых материалов Каждых О так стоп Тут что то еще Отлично Да я знаю что тут Что то еще должно быть Посмотрим Я готов к всему Окей Это все Да вы издеваетесь Видишь Стэнли Вот что происходит Когда жадные Разработчики игр Выбрасывают на рынок Дешево дополнение Без всякого уважения К фанатам Лишь бы еще Пару доллара за работу И это я еще Про отношение к работе Молчу Возмотрю на список Достижений в игре Своим глазам не верят Тут есть тестовые достижения Не трогать У них все Тестировщик И вот пуск уж Я в ярости Я оскорблен Я найду этих людей В твиттере Все им выскажу Я виноват Стэнли Я слишком разрекламировал Нового материала Таких ожиданий Ни одному материалу Нельзя оправдывать Но лучше просто Перезапустим игру И вернемся к тому Чем хороша За Стэнли Пэрабл Без орюшек Без заманухи Просто классно Проведем время вместе Как раньше Что скажешь Мой друг Окей Так Диктор Что-то по-моему Пошло по жопе Окей Вот это серьезно Новое Я не по... Эй Стэнли Пойдем сюда Залезай в вентиляцию Пошел в жопу Не хочешь глинуть На мой классный сюрприз Для тебя Ну и ладно Ты все равно козел Так что не важно Слышь ты Голос Пустое место Пустой пердеж Наверенный в воздухе Так Тут ничего Так А там по идее Ага Там идет все по новому Ладно Ладно Пошли тогда где А где вот это вот Ага Еще один разик Кумб Нажали Ладно Попробуем сюда О Ладно Ты не козел Ну окей Пошли тогда сюда Все равно Вентиляции я не помню Так что Можно сходить Почему бы и нет Но мне особенно понравился Вот этот диктор Который Ты козел О ладно Ты не козел И что-то у меня игра Слишком долго грузится Может быть Сюрприз диктора Это в том Что игра У меня не будет Загружаться Хороший сюрприз Интересный Ну О Все Загрузилось Ладно Помнишь Каким дешевым Мостом Оказались Материалы Рутер Длюкс Это навело меня на Мозглотом Насколько лучше Застальный Пэрбл Была раньше Я сделал Кое-что Особое Спрятал Это сюда Нифига себе Прикольно Прикольненько Я зову Это зоной Памяти Здесь я храню Любимые воспоминания Так А это что? Какая-то Тренога Такие как Выход Стэнли Пэрбл На ПК Блядь Прикольно Выглядит Разве Зоной Памяти Не поменяет Тебе о том Какой чудес Волозе Стэнли Пэрбл Пока Не появился Техолый Я не знаю Че меня Блядь На зевоту Татьяне Я только Недавно Проснулся В смысле Какая зевота Я не устал О Золотые времена О Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та Тут я храню обзоры на The Stanley Parable Например, вот этот триумф игровой журналистике 10-10 от Destructing.com Джейм Стефани Стерлин говорит, цитирую Немало игр пытались дать более, чем играми Но провалились А вот Stanley Parable успешно пытается вместить себе все игры в мире Ты слышал, Стэнли? Все игры в мире Вот эта масштабная, все объемлющая работа Она вместила в себе все игры в мире Она была Skyrim Она была Persona 3 Она была всем сразу А теперь что? Они не все игры Рану Она уже и не Stanley Parable Просто кожура Сухая кожура Часовой ездой На новом лифте Окей Пошли дальше Так, можно куда-то сюда сходить, да? Так, Memory Zone Сюда нельзя Ладно Хорошо, пошли Так, а тут что? А вот еще один друг Динодзор Теперь из GameSpot.com The Stanley Parable Одновременно заставляет задуматься о природе выборов в играх Прилагает делать такие интересные и неожиданные решения Которых вообще редко можно увидеть в играх 9 из 10 Игра была идеальной Без нововведений, без всяких новых материалов Нужно было оставить ее Доживать свой век в коробке с любимыми воспоминаниями о видеоиграх А я не могу туда пройти Ээээ, серьезная комната А я не могу туда пройти, там Ничего нету Я не могу пройти В смысле? Дайте мне пройти Может быть это из-за того, что все прыжки зарасходовал? Да не, вряд ли Какие были времена стенды Я бы все отдал, чтобы это повторить Так, стоп Что-то я не помню этой части зоны памяти А что там внизу? О боже, нет Стэнли, тут собрались отзывы Steam онлайн сервисы по продаже игр Несколько лет их не видел Я даже представить не могу, что там накопилось за все это время Говорит, как все эти отзывы тоже восторжены Нихрена Не смог заставить себя доиграть до конца Рассказчик позитивный и не смешной Юмор и диалоги Скорее раздражают, чем веселя Несмешной Я не пытался задать приветствия из-за искусства Да, я мог бы, конечно, написать шутеек Вот только отыграют так плавно забиты глубокими философскими размышлениями Я даже не представляю, куда бы я их мог упихнуть Окей Так, а тут у нас что? А, сюда мы не можем пройти Хорошо Так, тут у нас закрыто Тут еще новые отзывы Точнее, как новые 2016 года Где игры хорошие? Тем, кто любит не линейные игры Такая издательность А, наиздательность Назидательность Стэнли, я же тоже похож на проповедника Ну да Если похож, скажи мне честно Ну и ну Вот только уж сюрприз Так что я Я, если честно, всегда предположу, что идеалы в игре получились скорее Валконечные Ты бы знал, сколько всего я вырезал из игры Чтобы она стала такой легкой и воздушной Ну, мне так кажется Может, я ошибался Ой Какой жуткий Теперь останется воспоминание Черная метка в моем Остальном А Остальном Безупречном мире Это, это провал Я подвел этих людей Стэнли Пэрабл Не такая безупречная, как мне казалось Так, а тут у нас что? Постоянно приходится ждать Пока рассказчик успевает высказать свои пространные наблюдения Вот бы сюда кнопку пропустить Кнопку пропустить Что, я думаю, можно добавить Если я правда многословен, то возможность промотать чуть-чуть вперед не повредит Особенно она позволит избавиться от всех негативных отзывов Нифига себе, нищая дверь поднялась Да будет кнопка пропустить Вот она, давай попробуем Подожди, 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 подожди Я могу тут обойти и посмотреть, что тут и как Пошли на кнопку и ты их промотаешь И как я не просили, я доволен А, ты вернулся, видишь? Тебя заморозило всего на пару минут И хватило, чтобы я произнес свой длин на Моноор Полный излишний извинений Их выражений И долгих рандошинений на природе выборов в видеоиграх И да, я считаю Это одно из самых глубоких моих размышлений И вы не просто писать словами Но если бы пришлось, я бы сказал, что Да, а уж вдруг мы Что-то я совсем заболтался, не правда ли? В этом и есть сила кнопки И вдруг я погружаюсь в себя и в свои мысли Одно нажатие, и все уже закончилось С возвращением Стэнли Я должен заказать, что кнопка с каждым разом Проматываем все больше и больше времени В последний раз был Минут 30, может 45 назад Стэнли, Стэнли Больше не жмите на кнопку Двенадцать часов пошло Тебя просто заморозило Не знаю, почему паузы все дальше Но они все больше и дольше Стэнли, ты вернулся Ты вернулся Сила небесная, можно с кем-то поговорить Стэнли, прошла... прошла неделя Или... или даже две Все время просидел здесь О, здравствуй Это ты вернулся С возвращением Мне было время подумать о тебе Обо всем, через что мы прошли много времени Переставшись эти пять дней Через год Ты когда-нибудь сидел на одном месте без движения С целым годом Сейчас я тебе пишу Сначала есть только чувство тоски Все, диктора нету Может он где-то тут черешню изображает? А че это за звуки? Тут че, пожар какой-то или что? Ну окей, еще раз нажмем Они не понимали, что игра должна была веселее Она была со смыслом Она обращалась к самой первой человека Где наши шутки? Где наши шутки? Станали они Скрепились зубами Будешь еще как-то так багарогозить? Еще нажму кнопку Мне интересно, это все? Только на кнопку остается нажимать или что? Давай еще разик Это не конец Это не конец Это не конец Харе, бубни Так, что-то у нас тут все подтекает А, нифига себе Ну че, еще разик на кнопку нажмем Давай Все, диктор мне кажется уже отъехал давным-давно Фига себе Прикольно, прикольно Может быть это и на превьюшку пойдет Ладно, давай еще разик примотаем Что-то мне звуки не нравятся Так, давай-ка еще раз промотаем Мне что-то звуки совсем не нравятся Че Что? Ух ты же, нифига себе А на кнопку еще раз можно нажать? Или все? Или я уже достаточно так понажимался? Блин, тут серьезно все высохло Ха, прикольно То есть не осталось вообще ничего Настолько сильно мы напропускали всего То, что диктор Сошел с ума Куда-то подевался И все И все, да? Окей Ладно, я думаю, что на этом мы тогда приостановимся Окей Кто-то следил, да? Погоди Сейчас вот это вот Я нажму комп И еще комп нажму Ну и все Ладно, я думаю, что на этом мы пока приостановимся И продолжим уже в следующей серии Мне Очень интересно, что Тут еще было добавлено Раз уж мы перемотали время настолько, что Блядь, даже сама игра Вся засохла Вся высохла Диктор сошел с ума И Мы остались одни в пустоте Точнее, как В пустыне уже New content New content Мы продолжим в следующей серии Так что На этом все И с вами был Найт Если вам понравилось данное видео И вы хотите больше видеороликов по данной игре То ставьте лайки Подписывайтесь на канал Комментируйте Делитесь этим видео с друзьями И всем до скорой встречи Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok